Здравствуйте, дорогие телезрители, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». После множества бед, испытаний и опасностей, апостол Павел, которого хранил Бог, наконец добрался до Рима. На последнем отрезке его пути туда ему повстречались римские христиане, которые с радостью встретили его, хотя они никогда раньше и не виделись. Уже через три дня Павел снова начал активную деятельность и призвал к себе начальников и старейшин синагог, чтобы поговорить с ними об их надежде. Какие уроки мы можем извлечь для себя из встречи Павла с духовными лидерами Рима? И что он сказал первым лицам местных синагог? Найти вопросы в этой проповеди ответит Вольфганг Квегарт. Сейчас мы рассмотрим последние стихи из «Деяний святых апостолов». Итак, мы прочитаем «Деяния святых апостолов» стихи с 11 по 14. Из 28 главы, а затем по ходу проповеди постепенно прочитаем все остальное. Итак, 28 глава, с 11 по 14 стих. Вот что сказано здесь. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом «Диаскором». Зимовавшем на том острове и приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию. И как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. На этом мы закончим чтение. Теперь, пожалуйста, присаживайтесь. И сейчас давайте вспомним, что до этого Павел, бывший узником, и все остальные люди, плывшие с ним на корабле, оказались на острове Мелит. Вот они попали в кораблекрушение, потом Павла укусила змея, а затем было исцеление отца Публия. Они пробыли на этом острове три месяца. Бог спас их, их вынесло на этот остров. Но это еще не был Рим. Вы наверняка знаете, как выглядит Италия на карте. Формой напоминает сапог. А слева, на юго-западе, на носке этого сапога, находится Сицилия. А еще южнее расположен остров Мелит, который сегодня называется Мальта. То есть они отправились в путь, обогнув Мальту, проплыли к востоку от Сицилии, между ней и носком сапога, который образует Италия, и поплыли на север вдоль побережья Италии в сторону Рима. Но сначала они прибыли в Путиол. Это был огромный порт в окрестностях Рима. Туда прибывало много кораблей. И от Путиола нужно было еще пройти примерно 60 километров до Рима. Так обстояли дела с дорогой в Рим. Итак, когда Павел и все остальные прибыли в Путиол, что находился в 60 километрах к югу от Рима, и собирались отправиться в сам Рим, давайте прочитаем, что же там произошло. Павел направлялся в вечный город Рим, как его называли язычники, и по пути ему встретились братья, которые, едва увидев его, поспешили к нему. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. То есть в Италии уже были христиане. Вы обратили на это внимание? Они появились там еще до того, как Павел вступил на эту землю. В ту знаменитую Пятидесятницу в Иерусалиме были как евреи, так и другие народы, и все они слушали великую проповедь Петра. Среди трех тысяч обратившихся в веру в тот день были и римляне, и они принесли благую весть в столицу Римской империи. Каким бы способом ни возникла христианская община в Риме, основал ее не Павел. Но становится ясно одно, у Бога в те времена был не один человек, который основывал церкви, хотя Павел и был своеобразным острием христианского движения. Бог не зависел от него. В Италии тоже были христиане. Церковь в Риме была основана без всякой связи со служением апостола Павла. Бог излил свой святой дух в тысячи сердец. Так что благая весть затопила собою всю Римскую империю, подобно наводнению. То есть благая весть была в Риме еще до того, как туда пришел Павел. Такое положение дел мне очень нравится, ибо у Бога есть много путей, много безымянных христиан, с которыми Он строит свое царство. Даже если известные Его слуги потерпели поражение или куда-то не пришли, у Бога все равно останется еще целое войско, исполненных духом свидетелей, и Он сможет послать их туда, куда Он пожелает. Эта церковь в Риме кажется мне еще более великим чудом, чем те церкви, что были основаны благодаря мощному служению Павла в Малой Азии, Греции и Македонии. Эта церковь основана некими безымянными людьми, бывшими Божьими детьми, как бы мы сказали Святым Духом, Он прибег к помощи людей, но их имена не дошли до нас. И благодаря этому мы видим, что Дух Святой действует там, где Он пожелает. Бог никогда не стесняется созидать свое царство, как же все восхитительно продуманно. Когда Павел приехал в Рим и сопровождавшими его людьми и проходил последний отрезок пути, не забывайте, он был под надзором у Юлия, человека, который его охранял. Так вот, Павел шел в Рим, но он шел не на чужбину, он шел к своей семье, всемирной семье Божьих детей. Это напоминает мне о том, как во времена моей молодости мы совершали миссионерские путешествия. И везде мы чувствовали себя как дома. Везде, по всему миру нам встречались Божьи дети. Будь то африканский Буш, будь то индейцы Южной Америки, будь то Сибирь. Мы впервые в нашей жизни видели этих людей, но мы ощущали связь с ними уже с первой секунды, как если бы мы знали их несколько десятков лет. И это просто невероятно. Дух Божий излился на всякую плоть по всей земле. И куда бы мы ни пришли, мы найдем там братьев и сестер, которые любят Иисуса, и в сердце у которых Иисус, а в наших сердцах Он тоже живет и должен находиться там всегда. Аллилуйя! Верю, что вы рады этому. Итак, у Бога есть семья по всему миру, исполненный Святого Духа и Благой Вестем. То же самое было и с Павлом. Он пришел в этот город Рим, где он еще никогда не был. И вот что мы можем прочитать об этом деяниях. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Ибо примерно за три года до этого он уже написал им свое великое послание к римлянам. Послание к римлянам было написано Павлом и адресовано церкви, которую он еще не знал, и поэтому она просто не могла быть основана им. Но он уже давно стремился попасть в Рим. В своем послании к римлянам он писал, молитесь за меня. Еще до того, как побывать в Риме, он молился за римских христиан и писал им в самом начале своего послания. «Свидетель мне Бог, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». И теперь они были в объятиях друг друга у ворот Рима. Разве это не прекрасно? «Какая же радость это была после такого долгого и опасного для жизни путешествия, которое совершил Павел и те, кто были с ним. Вы все прекрасно помните бурю, кораблекрушение, заговор с целью убийства, а также, как на Мальте, Павла укусила змея, да и все остальное. До чего же опасным было это путешествие? И вот Павел встретился со своими братьями и сестрами по вере и ободрился. И мы тоже должны ободриться, ибо Церковь Господня есть по всему миру. И даже там, где ее еще нет, она обязательно скоро будет, потому что Евангелие проповедуется не только в Риме, но и доходит до всех концов земли. Дальше Павел пошел вместе с этими братьями из Рима в сам Рим. И вот что мы можем прочитать далее в Диане. Павел стал проявлять активность, пробыв в Риме всего три дня. Я повторяю, после столь опасного путешествия Павел наконец-то достиг цели. Он мог бы устроить себе шаббат и отдохнуть, но Павел был не из таких. Ему никогда не было спокойно. Только он прибыл в Рим и тут же начал проявлять активность. И о ком он подумал в первую очередь о своих товарищах иудеях. Он позвал лидеров римских синагог к себе в гостиницу и сказал им, по этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву. Обложен я этими узами. Павлу выделили номер в гостинице, но там был воин, который охранял его, и там он был постоянно. Павел был обложен узами и оковами, но хотя Павел и находился под домашним арестом, он все равно заботился о своих товарищах иудеях, о своих соотечественниках в Риме. Он позвал к себе начальников. По всей видимости, это было руководство синагог столь огромного города, как Рим. Павел созвал все руководство синагог, потому что хотел поговорить с ними о надежде Израилевой. Он любил свой народ и испытывал великую печаль и непрекращающуюся боль из-за него. Обратите внимание, когда он пришел в Рим, он стал думать не о язычниках, а в языческом городе Риме. Он сначала подумал о своих еврейских соотечественниках. Об этом мы можем прочесть послание к римлянам. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». И далее он говорит «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. У Павла для иудеев было тяжелое бремя и у нас». Дорогие братья и сестры, тоже на сердце лежит бремя за Израиль и проживающих там иудеев. Павел хотел поговорить с этими людьми о надежде Израилевой, которое заключалось не в освобождении Израиля от римлян. И сегодня она не связана с различными политическими решениями. Надежда Израилева не в его мощной армии и не в ядерном оружии и даже не в сильных союзниках на Западе. Надежду Израилеву не найдешь в политической сфере. Надежда Израилева — это Иисус Христос, Сам Мессия. Именно о Нем хотел поговорить Павел с иудеями в Риме, прежде чем делать что-либо еще. Потому что из-за этой надежды, из-за вести о Христе Павел оказался в узах. Он был привязан к охранявшему его солдату и находился под постоянным домашним арестом. Но должно быть, это не помешало ему первым делом обратиться к своим соотечественникам. И вот что я должен вам сказать. Этим человеком стоит восхищаться. Для чего же много энергии было в нем. У него была просто невероятная страсть. Его ничто не сломило. Хотя он провел в темнице много лет. После изматывающего путешествия, после кораблекрушения, после множества самых разных покушений на него, этого человека интересовала всего одна тема, и звучала она так. Истинная надежда Израилева. И об этой надежде Израилевой. Он и хотел поговорить с начальниками римских синагог. Ну, а мы давайте пойдем дальше. Эти начальники в итоге пришли к нему. Они были готовы выслушать с Павлом. Они договорились с ним встретиться еще раз, чтобы получше ознакомиться с его взглядами на веру. И при этом они сказали довольно примечательные слова. Я процитирую их вам. Ибо известно нам, сказали они, что об этом учении везде спорят. И друзья мои, так оно обстоит и по сей день. Вы можете пойти куда угодно и найдете там христиан. но везде библейской вере оказывается и сопротивление. Люди пытаются примириться со всеми религиями, которые существуют в этом мире, но христианство, верная Библия, постоянно сталкивается с противоречиями. Библейскую веру считают чумой. тем более отрадно, что иудеи в Риме хотели встретиться с Павлом в гостинице, где он жил и находился под стражей. Он не мог прийти к ним сам, иначе он бы давно посетил их синагоги, но из-за своих обстоятельств он не мог этого сделать. А теперь давайте пойдем немного далее. Здесь речь снова пойдет о Павле. Бог послал ему так много святого духа, он наделил его такой смелостью, силой противостоять другим, а также страстью, любовью к заблудшим овцам. И вы только послушайте, что сказано в Деяниях. Вы должны запомнить эти слова, а лучше вложить их в свое сердце. Вот что он сказал людям, собравшимся у него в гостинице. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Ах, какие сильные слова. Он сказал им, что нужно с утра до вечера обсуждать Слово Божие с людьми, излагать его очень подробно и удостоверять их во всем, что касается Иисуса. В Деяниях Павла мы можем видеть чувства и понимание. Он был в узах, а находился под арестом. Павел в своей речи исходил из всего Ветхого Завета, а также из закона Моисеева и пророков и показал иудеям Рима и Иисуса и то, как в нем исполнилось все Писание. Он все объяснял им, приводил подробные свидетельства и удостоверял их. Сегодня даже в церковных кругах говорят о том, что церквям не стоит заниматься миссионерской деятельностью. Давайте прочитаем, что об этом думал Павел. А в Библии сказано, что он делал это удостоверяя. Иной цели наша проповедь не имеет. Мы удостоверяем людей. Мы удостоверяем наших телезрителей во всем, что касается Иисуса. Иного послания у нас нет. Иной задачи у нас тоже не имеется. Мессия, которого вы ожидаете, дорогие мои иудеи, уже пришел Иисус Христос. Это надежда Израилева. И каким же был результат на эти слова? Что же вышло из всего этого? Увещевание длиною в целый день. А вот что сказано в Деяниях по этому поводу. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Так происходит и по сей день. Но почему это так? Почему люди не верят? Об этом говорил еще Симеон в храме, держа в руках младенца Иисуса. А вот его слова. А вот что он сказал Марии и Иосифу. Вот лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Дорогие мои прихожане, во Христе разделены духи. Он это камень преткновения. Для одних он краеугольный камень, а для других он преграда. Помните, что у Бога есть очень много путей и много безымянных христиан, с которыми он строит свое божественное небесное царство. Даже если известные его слуги потерпели поражение или куда-то не пришли, у Бога все равно остается еще целое войско исполненных духом свидетелей. Бог укрепляет нас святым духом и помогает нам продвигать вперед нашу миссию. Поэтому наша церковь своими гуманитарными и диаконическими проектами во многих странах мира оказывает помощь людям, которые оказались в тяжелом положении. Сейчас мы покажем вам небольшой сюжет о том, как наша помощь стала благословением в Израиле. Во время своей миссионерской поездки в Израиль пастор Кристиан Вегерт со своей командой посетил партнера нашей церкви Церковь Слава и Истина. Кристиан Вегерт провозгласил там Слово Божие. Ибо первая заповедь гласит «Я Господь Бог Твой». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Каждое воскресенье здесь проводится богослужение с целью познакомить иудеев с благою вестью. Особое внимание уделяется пережившим Холокост выходцам из Советского Союза. Эти люди пережили большие страдания. Многие из их родственников погибли в концлагерях. Сегодня большинство из них ведет уединенную жизнь. Они одиноки и бедны. Один раз в месяц Церковь Слава и Истина устраивает благотворительный обед для переживших Холокост людей, которые могут посетить до 500 человек. Пастор Давид Садок рассказал гостям этого обеда о чудесных Божьих обещаниях, связанных с Иисусом Христом. Пастор Кристиан Вейгард с радостью пообщался с этими людьми и услышал несколько трагических историй. Также для этих людей регулярно устраиваются экскурсии. В этот раз делегация церкви Копчег поехала вместе с ними. Сейчас мы с пережившими Холокост людьми отправимся в небольшое путешествие. Это будет однодневная экскурсия, организованная Церковью Слава и Истина. И наша церковь помогла им в организации этой экскурсии. В рамках экскурсии по особым Божьим местам эти люди также прослушали небольшую проповедь от евангелиста Эдди. Поскольку большинство из этих людей плохо знает иврит, он прочел им ее на их родном русском языке. Мы в церкви Копчег очень рады, что можем материально поддержать этот проект. Помогите нам подарить надежду проживающим в Израиле людям, которые пережили Холокост. Участие и забота о бедных и испытывающих нужду людях являются выражением истинной веры. Мы от всего сердца благодарим тех, кто помогает нам дарить надежду и обеспечивать хорошее будущее по всему миру. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы, и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. в эфире. Мы будем